В тренажерном зале я работаю с людьми индивидуально. В моих концепциях тренировок нет такого, знаете, развлечения. Если человек приходит, он должен заниматься для результата от каждого человека. Я подбираю сплит-программу. То есть это как шитый под ее костюм. Я этого делаю, и это хорошо, что люди приходят. Спорт – это не какие-то рекорды, не какие-то большие веса. И человеку я никогда не ставлю на какие-то диеты. Знаю, как травматично будет, а как будет оздоровительно. Занимайся для здоровья, а бонус будет форма, фигура. Моя цель в секрете женского фитнеса в том, чтобы женщина выглядела женственной. Зачем вообще нужен тренер, человеку в тренажерном зале? Во-первых, для того, чтобы как сделать качественно свою тренировку провести, технично, без травматизма. Это в первую очередь, чтобы не навредить своим суставам, своим сухожилиям, связкам. Когда человек смотрит на себя в зеркале, он должен понять, что он должен делать. Они, большинство, люди не понимают этого. Потом приходят, изматывают себя, берут за то, за то. На том тренажеры тренируются, на том, а потом выходят и перетенровываются. Как там 2-3 часа тренируются каждый день и ждут какого-то быстрого результата. А быстрого результата не бывает. Либо мы выбираем для развлечения тренировку, либо для результата. Я всегда этого спрашиваю. Для развлечения, как большинство в коммерческом деятельности, там дают модные штучки. Моих тренировок нету вот этих модных штучек. Есть база, к которой человек должен прийти, там, сделал 4-5-3 упражнения, там, за 40-50 минут. Это качественная тренировка. Самое интересное, то, что человек выходит из зала, и он хочет еще что-то делать. Он хочет пойти в кино, хочет пойти в парк. То есть общий обмен веществ у человека работает. Поэтому люди бывают, что приходят, говорят, что я где-то там тренировалась, я приходила, падала на диван. Я не могла вставать. И у меня была цель похудения. Я не худела, потому что человек застопорился. Результат останавливается. Он не худеет или там не меняется фигура. Вот для этого и, как говорится, тренер существует, грамотный тренер. И грамотный фитнес вот так должен строиться. В спорте я нахожусь уже более 10 лет. Начал заниматься тяжелоатлетикой. Это было мое. Мне нравилось там. Я занимался каждый день. Я там нашел друзей. Выполнил я кандидата мастера спорта. Это был чемпионат Украины по юниорам до 23 лет. Мне было 18 лет. Жалко, что 5 килограмм не хватило на мастера спорта. Но это судьба. И потом все больше и больше я вкладывался в эту работу. С инструктора я переходил уже к тренеру. Потом я уже все выше. Моя категория уже по тренерскому выросла. У меня стали уже больше клиентов. Быть тренером и находясь в спорте. Для меня и была цель помочь людям. Максимально хочется дать людям здоровье. И для меня тренажерный зал это серьезный оздоровительный центр. В первую очередь. Даже я помню, одна клиентка сказала, что ты меня вылечил. У меня доктора даже не вылечили мою спину. А я помог. Это было очень приятно. Если человек приходит ко мне, он, во-первых, тратит свое время. Тратит свое средство. И максимально я хочу для этого дать пользу. Мне даже предлагали, давай ты на три месяца, там человеку покажешь какой-то результат быстрый. Говорю, я этим не буду заниматься. Мне это не интересно, во-первых. Я работаю с человеком так, чтобы он выглядел, как говорится, 365 дней в году. И 1 января после Нового года. И на пляжном сезоне. Конечно, это все должно быть постепенно. Я еще раз повторяю, что это не должно быть за три месяца. К нему надо доходить. Человеку научить самодисциплине, режиму. То есть это должно быть образом жизни. 40-50 минут надо уделять время тренировок в день. Через день. Три раза в неделю, два раза в неделю, четыре раза в неделю. Есть у меня Facebook, также есть у меня Instagram. Зайдите, там все написано в моих постах. Там я могу ответить. Я никогда не говорю, что это платно, чтобы на консультацию прийти. Или ответить мне никогда не тяжело. Надо разобраться. Разобраться в человеке, разобраться в ее проблемах. И, конечно же, мне нужна, в первую очередь, цель ее, задача. Может, человек вообще, у него там какие-то заболевания есть, там, различные. Есть такие люди, что вообще никогда не занимались спортом. И так же, как людей, так и своих родных тоже учу, чтобы всяких вот этих плохих привычек, да, они выкидывали. Никакого, ну, пользы не дают. Только негатив. Рекомендую встать и начинать с зарядки, вот, для бодрости. Поверьте мне, вы ничего не проиграете. То, что сделаете каких-то там трехминутных, пятиминутных движениях, вы убедитесь, что я прав. Следите за своим здоровьем, за своим самочувствием. И не надо бегать сразу куда-то за лекарствами, за какими-то обезболивающими и прочее. Если можно, это вылечить и в торнажерном зале. Вот. Занимайтесь спортом и будьте красивыми. Занимайтесь спортом и будьте красивыми.